Добрый день, уважаемые коллеги! К сожалению, я не смог приехать на конференцию в Санкт-Петербург, но я рад возможности обратиться к вам благодаря современным средствам коммуникации. Мой доклад называется «Какая сила заставляет библиотеки меняться в век цифровых технологий?». Из названия понятно, что доклад имеет теоретический характер. Это та проблема, которая меня интересует уже в течение двух последних лет. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на то, что смысл электронной эпохи будет непонятен без обращения к такому периоду жизни человечества, как бесписьменное общество. В библиотечной истории о бесписьменном обществе не очень принято говорить. Почему? Потому что библиотеки возникли после изобретения письменности и в своей истории бесписьменного общества не знают. Вместе с тем человечество знает этот период. Речевая коммуникация возникла примерно 100 тысяч лет тому назад, а письменность около 8 тысяч лет тому назад. Что происходит в электронную эпоху, согласно исследованиям в области информатики и теории медиа? В электронную эпоху вновь восстанавливаются через голову письменной эпохи, вновь восстанавливаются те механизмы, которые были характерны для бесписьменного общества. Именно поэтому электронную среду мы называем аудиовизуальной. Я считаю, что электронная среда не нейтральна. Это не то средство, которое можно по нашему желанию использовать для продвижения интересов библиотеки, их продуктов и услуг. В определенном смысле, конечно, можно использовать, но в то же время непонятно, кто кого использует больше. Библиотеки ли, например, социальные сети для продвижения себя, или же социальные сети затягивают библиотеки, чтобы трансформировать в соответствии с целями и задачами вот самой электронной среды. Этот вопрос нуждается в дополнительном изучении. Американский философ, социолог и футуролог Элвин Тоффлер показал, что социальная память человечества имела два коренных перелома. Первый коренной перелом произошел при переходе от бесписьменного общества к письменности, когда социальная память, устроенная сетевым образом, то есть все тогда в первобытных племенах запоминалось, когда память стала документальной письменной эпоху и как часть ее в эпоху книгопечатания возникли институты социальной памяти, такие как архивы, библиотеки и музеи, в которых откладывались очень важные, критически важные для общества документы. Но в отличие от бесписьменной эпохи, где знания и действия сливались воедино, эпоха письменности разделила действия и знания, и знание стало отчуждаться, можно сказать, даже в каком-то смысле омертвляться вот в этих хранилищах. Электронная эпоха вновь восстанавливает единство знания и действий, и с этой точки зрения можно посмотреть на процесс оцифровки, увидеть смысл процесса оцифровки, как необходимость вбирания в единую среду этого знания, чтобы человек мог получить к ней непосредственный доступ из глобальной сети. Пророк информационного века Маршал МакЛюин воспринимал всемирную историю через призму эволюции средств коммуникации. Согласно его теории, существовал первоначальный баланс чувств человека до письменной эпохи, потом этот баланс был нарушен в пользу глаза с изобретением фонетического алфавита и в тысячу раз усилен, подобно взрыву бомбы, в момент изобретения книгопечатания. Человек письменной эпохи и особенно человек эпохи книгопечатания по МакЛюину, это как раз не естественный человек, это искаженный человек. Как бы странно для нас, представителей библиотечного цеха, это не звучало, этот человек не целостный, потому что в нем зрение преобладает над всеми остальными органами чувств. И только с появлением электрического телеграфа в 1830-е годы начинается медленное, но неуклонное движение к восстановлению новой естественности человека. И это движение ускоряется с момента изобретения всемирной паутины Тимом Бернерсом Ли в 1989 году. И дальше стремительно эволюционирует интернет. Мы знаем уже стадии этой эволюции ВЭБ-1.0, ВЭБ-2.0, сейчас формируется ВЭБ-3.0, предсказывают появление ВЭБ-4.0. В сторону, в какую же сторону он эволюционирует? В сторону становления коллективного интеллекта глобального человечества. Каким будет этот коллективный интеллект сказать, пока трудно. Возможно, два его полярных варианта. Позитивный и негативный. Позитивный вариант заключается в том, что в новую постписьменную эпоху, которая объединяет в себе, как синтезирует достижения до письменной эпохи и письменной, будет все наследие мировой культуры вобрана в электронную среду и коллективный интеллект человечества расширит возможности всех и каждого и станет основой для дальнейшей экспансии человечества в ближнее космическое пространство, в околоземное пространство. Затем будут освоены другие планеты Солнечной системы. Наконец, человечество преодолеет пределы Солнечной системы. Второй сценарий, негативный и тоже возможный для нашей планеты, заключается в том, что мировая элита при помощи современных информационных технологий добьется власти над всем остальным человечеством, контролируя не только их действия, но также мысли и чувства. Тогда небольшая группа людей превратится в пожизненных хозяев планеты и может и будет делать с остальными людьми или, можно сказать, биообъектами уже все то, что она захочет. И задачи институтов культуры в эпоху становления коллективного сознания человечества или ноосферы заключаются в том, чтобы содействовать первому сценарию, то есть гуманистическому развитию человечества и не допустить формирования второго. Уже в 1990-е годы на заре автоновления интернета обнаружилось, что глобальная сеть демонстрирует характеристики свойственные размножению и эволюции живых организмов, что свидетельствует о не случайности интернета, а его, так сказать, предзаданности в ходе космической эволюции. В Европе и США тоже в 1990-е годы начинают появляться исследования, которые трактуют всемирную паутину как прообраз будущего коллективного интеллекта, философский и научно предсказанного в виде концепции ноосферы Леруа, Кияран-де-Шарденом и Вернадским. Появляются работы на эту тему и ведутся исследования в крупнейших университетах и научно-исследовательских институтах мира. Какое место в этих процессах занимает Россия? В России в 2014 году формулируется Национальная технологическая инициатива НТИ это государственная программа мер по поддержке развития в России отраслей, которые в течение 20 следующих лет могут стать основой мировой экономики. Внутри НТИ находится 8 проектов один из них называется Нейронет это создание распределенных искусственных компонентов сознания и психики. Другими словами это интернет четвертого поколения или веб 4.0 к которым наши мозги подключаются непосредственно к глобальной сети, к интернету и люди приобретают возможность передавать по сети свои чувства и свои мысли. Если вы следите за новостями в интернете, то вы видите, что такие сюжеты появляются, о таких экспериментах уже рассказывают. Нейронет станет следующим этапом нынешнего интернета, в котором взаимодействие участников человек-человек, человек-машина будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов. Нейрокомпьютерные интерфейсы можно понимать в виде шапочек, которые надеваются на голову, либо они будут встроены уже в наше тело в виде специальных устройств. Согласно прогнозам в 2035-2040 году уже основы нейронета будут созданы. А теперь на нынешнем этапе становления ВЭП-3.0 мы реализуем промежуточные технологии, которые в нашей стране называют технологиями цифровой экономики. на Западе этому соответствует концепция четвертой промышленной революции. Согласно этой концепции цифровые технологии нового поколения приобретают большую силу и они становятся способными объединять вокруг себя, интегрировать вокруг себя физический мир с одной стороны и биологический мир с другой. ВЭП-3.0 это технологии искусственного интеллекта, облачные вычисления, блокчейн и многие другие. Это примерно 15 технологий, которые придут к нам очень скоро. Я думаю, что нам осталось такой спокойной жизни более или менее примерно год и с 2020 года может пойти настоящая лавина. В этих условиях традиционная адаптационная стратегия, которая следует в библиотеке, может начать давать сбои. Традиционная стратегия заключается в том, что меняется среда, мы потом к ней приспосабливаемся методом проб и ошибок, положительный образ остается, отрицательный отвергается и он волной распространяется по сообществу. Представьте себе пожалуйста ситуацию, если одновременно приходят в мир 15 разных технологий, начинают его менять мы не понимаем, что происходит, как можно сориентироваться. На мой взгляд, можно сориентироваться только одним способом, это должно быть опережающее образование, мы должны понять суть этих технологий заранее, чтобы спроектировать свое вхождение в этот мир. В заключение я хотел бы поделиться практическими рекомендациями для методистов и библиотекарей и практиков. Эти рекомендации касаются по работе с технологиями ВЭП-2.0. Они представлены в дипломной работе Яны Юрьевны Коломиец «Современные тенденции развития медиа в контексте основных концепций Торонцкой школы теории коммуникации». Работа подготовлена на кафедре новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Семьё характеристиками ВЭП-2.0 являются культура участия, культура ремикса, информатизация, персонификация, социализация, конвергенция и мобилизация. Что могут дать эти семь характеристик, которые я охарактеризую немного позже? Это и есть психологический портрет современного пользователя, а значит и читателя библиотеки. Сейчас мы выходим в социальные сети, интуитивно предполагая, что вот это будет интересно пользователю, а вот это неинтересно. Теория позволяет проектировать деятельность, в известном смысле спроектировать, опираясь на представленные закономерности. Теперь я их собственно и представляю. Первая культура участия. Она означает, что даже на базовом уровне пользователь ВЭП-2.0 является активным человеком. Это не пассивный потребитель информации, а человек активно участвующий в жизни. Поэтому библиотека должна раскрываться, она должна выходить в сеть, она должна допускать возможность критики извне, как бы это ни было больно, потому что это уже привычный, это уже стандарт поведения человека в сети. Культура ремикса состоит в том, что квалификации пользователя в интернете не всегда хватает для того, чтобы перерабатывать ту информацию, с которой он сталкивается. Поэтому возрождаются механизмы бесписьменного общества, получают распространение копипаст, копирование фрагментов или целых текстов, рерайтинг, переписывание текста другими словами и копирайтинг, компилирование текста из разных источников. И к культуре ремикса нужно относиться с пониманием, брать ее как основу, а вот библиотека может сказать уже в рамках этой культуры какое-то новое слово, например, представить знания многогранно в более полном виде, указав, что есть еще вот такие возможности или другие. Третья характеристика называется информатизация. Мультимедийный продукт мгновенно практически эквивалентен межличностной коммуникации. Включая в себя все старые формы медиа, он одновременно воздействует сразу на все органы чувств человека, возвращая ему ту возможность восприятия, которая существовала в дописьменную эпоху. Человек, современный пользователь интернета, отвыкает воспринимать мир линейно по канонам письменной эпохи и возвращается к древнему эмоциональному слуховому восприятию мира. Следующая черта персонификации означает, что современные средства коммуникации позволяют персонализировать канал, по которому к человеку поступает та или иная информация. Для пользователя иногда дорог сам канал и дорого внимание, что именно по его каналу к нему поступает та или иная информация. Сегодня не столько человек идет куда-то, сколько хочет, чтобы к нему непосредственно на его устройство в любимом им формате поступала та или иная информация. И для библиотек эта рекомендация означает, что представление информации о себе должно быть диверсифицировано, должна быть не одна социальная сеть, а несколько и другие каналы передачи информации. Пятая характеристика социализации означает то, что пользователи объединяются вокруг, поддерживают взаимоотношения друг с другом, то, что принято называть информационными племенами. Социальные сети не только объединяют людей, но и разъединяют их по признаку принадлежности к определенному сообществу, какого ты племени. Следующая характеристика конвергенции означает, что человек начинает конвергировать с электронными средствами коммуникации. Мы уже подсознательно считаем, что наш смартфон или то или иное устройство является частью нашего тела. И в дальнейшем эта тенденция усилится. В перспективе это может привести к полному слиянию человека и устройства. Таким образом образуется новый тип социальной инфраструктуры, который вслед за маршалом Маклюэном можно условно назвать нервной системой человечества. И, наконец, последняя характеристика под названием мобилизация. Суть ее заключается в том, что интернет сегодня это не средство доступа к информации и знаниям, а сама среда обитания человека благодаря технологиям мобильной связи третьего и четвертого поколений. И для человека все процессы в жизни оказываются уже одновременными. Восприятие окружающего мира становится подобным тому, каким было до возникновения письменности и приобретения человеком понятия линейности времени. Сам человек становится мобильным, превращая функционирующую единицу интернета. Теперь я подведу итоги. Итак, взгляд на электронную среду, как на самостоятельную среду, решающую задачи трансформации социальной памяти человечества, имеющую собственные цели и задачи, может помочь библиотекам посмотреть на процесс собственной модернизации по-другому. Нас будут интересовать законы, принципы законы эволюции социальной памяти человечества с тем, чтобы, понимая их, понять, как мы можем строиться в процесс, вот в этот более общий процесс и найти себя в нем. Это не означает, что все библиотеки должны стать электронными, особенно публичные. это означает другое. Нужно понять, что есть сила, которая определяет направление движения и вписаться в это движение. Я думаю, что обязательно нужно сохранить печатную книгу, обязательно нужно сохранить практики чтения, при этом понимая, что технологии письменности, технологии печатной книги уже в прошлом они достигли пика своего развития в прошлом и никогда библиотечного ренессанса в том старом смысле уже не будет. Но библиотеки могут занять свое достойное место в новой формирующейся реальности раннего этапа становления ноосферы коллективного интеллекта человечества. Большое спасибо вам за внимание.